Здравствуйте! Вы смотрите программу 15. Уже по традиции мы говорим о безопасной рыбалке в зимний период с начальником Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России Николаем Ярмановым. Здравствуйте, Николай Егорович! Николай Егорович, начнем наш разговор со статистики, так скажем, были ли у нас несчастные случаи в этом году на льду? Ну, в этом году несчастных случаев не произошло, слава Богу, как говорится. В общем-то, здесь сыграла, может быть, большая роль такая акция, когда проводится силами государственной инспекции по маломерным судам, нашими усилиями по профилактике нахождения на льду. В этом году проводится акция «Безопасный лед». В эту акцию включается патрулирование по реке Бердь, Бердский залив. Поэтому предупреждение рыбакам о том, что можно провалиться, проводится регулярно. С 20-го числа снова «Безопасный лед» проводится акция. Особое внимание уделяется главным управлением Новосибирской области о том, чтобы проводить профилактическую работу с рыбаками. Значит, ну, когда начинаются морозы, в этом году то мороз, то оттепель. Получилось так, что река Бердь покрывалась льдом неравномерно. И, находясь где мелко, она, в общем-то, вода холоднее и река замерзает быстрее. И постепенно вот начинает в районе моста сосредотачиваться рыбаки вначале. Затем идут на Бердский залив. Сейчас уже продолжается и идут уже на водохранилище. Самое опасное, о том говорят, что толщина льда 5-7 сантиметров является нормальной для рыбаков. Но чисто практически можно сказать, что это очень опасно при такой толщине льда выходить на лед. Так как, если глубина большая, то лед замерзает в этом месте меньше, тоньше становится, так как вода еще теплая. А где мельче, там действительно может быть 7 сантиметров. И когда вот человек идет, попадает на эту, так скажем, майн и проваливается. Поэтому самая оптимальная толщина льда для рыбаков, это более 10 сантиметров, когда. Так как они еще начинают бурить, рядом друг с другом садятся, количество рыбаков увеличится, нагрузка на лед увеличивается. И поэтому может провалиться большая масса людей в этом месте. То есть я правильно понимаю, что опасное место у нас в принципе в водохранилище, поскольку там может быть теплое течение, где-то может быть лед тоньше. Ну, я бы не сказал только водохранилище. У нас, скажем, вот под мостом, где железнодорожный мост, там, значит, там, когда воду сбрасывают, появляется течение, узкое место, и вода там со скоростью протекает и размывает, и толщина льда становится меньше. Поэтому, в общем-то, и на реке Берть такое место есть, вот особо опасно. Там на снегоходах несколько случаев были в прошедшие годы о том, что за... Ну, лед тонкий и уходит вместе, даже вместе со снегоходом. Ну, сам снегоход явно утонул, а рыбак успевает, так как двери нет, кабины нет, и успеет выскочить, отскочить от этой майны. Вот у нас главное управление, или вот кто, когда дает условное добро на рыбалку в зимний период, они как-то вот ездят, бурят вот эти места леда, проверяют толщину льда? Или как это происходит, что вот туда можно рыбачить? Главное управление вообще-то вообще не дает разрешения на рыбакам выход на лед. Здесь рыбаки сами ориентируются, если лед, скажем, ну, 7 сантиметров, 10 сантиметров, они выходят. Но я говорю уже, что лед трещит, они все равно идут, и идут не по одному человеку, а один за одним. Я вот помню в своей бытности был случай на реке Берть, когда лед только, ну, в общем-то, схватился, скажем, появился лед, и рыбаки друг за другом шли, два человека прошли нормально, лед трещит, как они потом бесяли, но они друг за другом шли на расстояние двух-трех метров, а последний, третий, уже лед, жесткость льда нарушена, и он там провалился и утонул. И они не могли никак ему оказать помощь, так как подползать к нему, и лед трещит, и сами побоялись, что провалится. И так остался человек до утра лежать в воде. Вот, поэтому опасность всегда при тонком льде, везде подсерегает рыбаков, и прежде чем выйдет на лед, конечно, надо пробурить, посмотреть, и когда лед трещит, не выходить на лед, это очень опасно. Ну, то есть, у нас никто не проверяет толщину льда, я имею в виду со стороны каких-то служб. Ну, в общем-то, если вот такие случаи у нас, как проводят соревнования, вот недавно проходили на Берском заливе, конечно, они пробурили это место, потому как сосредоточилось было около 50 человек. Они представили нам карту, где будет находиться, и толщину льда. Толщина льда была 20 сантиметров. Конечно, это уже нормальное состояние. Техника не должна быть выходить на лед, а вот для спортсменов ее достаточно, для проведения таких массовых соревнований. Какие типичные ошибки делают рыбаки, когда выходят на лед? То, что может привести к трагедии. Ну, обычно, в общем-то, может быть, мы уже их и научили, что выходить на лед опасно, путем вот этих профилактической работы при тонком льде. Но иметь при себе обычно надо, как необходимость, это шнур длиной 5-6 метров. Если произойдет, скажем, провалился, то он может его выбросить. Или другому, который на берегу, или отставить, не на берегу, а на льду находится, провалился, он может ему кинуть, и за счет этого может его вытащить. Потому, к рыбаке, в общем-то, всегда одето же тепло, в общем-то, на себе и рюкзак несет, и сама одежда тяжело намакает, и ты можешь сразу, мгновенно утонуть. В воде он, обычно, человек находится, ну, максимум 20 минут, и идет переохлаждение, сковывает движение, и сам рыбак, в общем-то, трудно сказать, что сам себя вытащит. Это очень сложно, и даже, можно сказать, и невозможно. Только много случаев было, когда не смогли выбраться сами. А вот когда спасатели выходят в рейды, раздают листовки, правильно? А вот спрашивают ли наличие, собственно, вот этих шнуров, ну, просто для интереса? Видите, если, скажем, автомобильная аптечка, она положена, ее инспектора спрашивают, а здесь, ну, на свое усмотрение, свою безопасность, в общем-то, сам для себя это он берет и с собой, так сказать, ее приспосабливает. То, что профилактическая работа заключается в том, чтобы вы с собой взяли, там, трос, фал, взяли с собой какой-то шест, чтобы не утонуть. Ну, это не обязательно, это никто этого не принуждает. Ну, это не обязательно. Нет, понятно, я не говорю, что это должно быть принудительно. Я к тому, что, вот, допустим, спрашивает спасатель, да, у вас есть вот то-то, тот, он говорит, нет. А вот почему с собой человек не берет? Вот что отвечают люди на это? Ну, он, первое, всегда говорят, я не провалюсь никогда. Я сам знаю себе, вы мне, в принципе, даже, есть такие случаи, мы подходим на там, на мотолодке или на судно на воздушной подушке, не мешай нам рыбачить даже. Такие говорят, вот, ты нам рыбу распугал, ты, это самое, значит, не мешайте нам рыбачить. И много таких случаев, хотя сам и легко одет, и не видно у него, что какие-то приспособления были бы, и там, или, значит, трос какой-то был. Ну, поэтому одни относятся, ну, с пониманием, другие как-то вообще не реагируют на это дело, не переубедить и не заставить. То есть, все уверены в своей абсолютной безопасности. А как определить внешне, по внешним признакам, что лед толстый, что безопасный? Ну, это только весной можно определить, когда он становится игольчатый, он хрупкий становится, а когда замерзает, сложно определить, только путем бурения и измерения толщины льда, тогда можно определить. Хотя, вот, при ледоставе ситуация может быть, я вам говорю, он неоднородный бывает, и то, что его видно, да, я вот по своему опыту могу сказать, что сложно определить, если не пробурить только. Ну, а если снег вот так вот убрать, он какой должен быть? Голубой, белый? Ну, я говорю, он и голубой будет и 7 сантиметров, и 20 сантиметров, он одинаковый цвет, единственное, что трещины льда могут быть больше, когда он тонкий, потому что вода падает, трещины начинаются трещать и появляются трещины, а когда толще, прочность его больше, поэтому трещин меньше. А так, определить, что по цвету, это невозможно. А вспомните, в прошлом году несчастные случаи именно у нас в Бердске были на льду? Ну, в прошлом году тоже таких случаев не было, чтобы именно провалился во время рыбалки или на технике на какой-то, такого случая не было. И в этом году, я еще раз говорю, сейчас за счет усиления вот этих вот профилактической работы, я, ну, вот такие случаи могу, но мы подъезжаем, скажем, рыбаки, их там сосредоточилось, ну, человек 50-20. И они, когда подходит МЧСовская техника, они разбегаются почему-то, они сразу садятся на свои машины, на свои мотоциклы и, ну, эти самые собаки свои эти, на которых передвигают, они убегают. Чтобы их не наказали за это дело, они сразу разбегаются, буквально только выйдешь из своей машины, из судна на воздушной подушке, и уже там два-три человека отчаянные, которые сидят, которыми, в общем-то, ну, пришли пешком, что ли. А когда на технике они разбегаются, тут же уезжают. Человек провалился. Что первое должен он сделать для самоспасения? Ну, первое, когда, если он один, то сбросить рюкзак, раздеться, облегчить, снять с себя одежду. Чтобы вниз не тянуло. Да, чтобы облегчить, потому как она, одежда, она впитывается водой и становится тяжелой, рюкзак тянет то же самое вниз, обычно, и раздеться, и возможно тогда, в общем-то, даже разуться, если есть возможность. Хотя, я говорю, что минут 20 максимум человек может в этот период только находиться в воде. Если он сможет, то опереться об лед, там техника такая, что закинуть ногу на лед и переворачиваясь, можно, так сказать, из майной этой выйти. Но, опять же, вот был случай, когда провалился, он разделся, пытался добежать до, вот в районе, несколько лет был назад, в районе Миримикса, и побежал в сторону лодочной станции, не дошел и замерз. Поэтому, прям, его нашли в снегу, раздетым. Это когда было? Ну, года три назад. То есть, по сути, не утонул, но погиб. Да, вылез, да, мокрый, побежал, разделся, пошел, чтобы добежать, ну, ближайшему населенному пункту, он как с лодочной станции шел на рыбалку и туда же побежал. И его, в общем-то, мы на следующий день только нашли по следам уже замерзшего. А есть какие-то универсальные временные рамки, когда вот безопаснее всего ходить на рыбалку? Понятно, что каждый год погода разная, каждый год лед по-разному замерзает. Ну, все-таки, когда вот лучше выходить, чтобы более-менее безопасно было? И когда лучше заканчивать рыбалку? Ну, видите, я уже говорил, что в этом году, как сказать, качели температурные, получается, что сегодня вот минус 20, а днем чуть не плюсовая. Поэтому, конечно, надо первое ориентироваться, если они опытные рыбаки, а в основном туда и ходят рыбаки, которые не могут дома сидеть, и вот рыбалка для них это лучший способ отдохнуть. Вот, поэтому они уже вот, как бы, я уже говорю, что привыкли. Раньше же вот много было случаев, когда тонули, а в этом году, вот в прошлом году как-то, ну, уже поменьше этого стало. С сознанием дела ходят на рыбалку, не просто так, что вот сегодня там вроде лед нормальный, я пошел. А пока не закрепнет лед, не станет достаточно прочный, тогда только выходит на лед. Ну, наверное, рейды свои плоды дают. Ну, я и говорю про филактическую работу, она, в общем-то, в какой-то степени в сознании рыбаков прививает к ответственности. Выезд на лед, скажем, как бы ограничили, да, это самое, постановлением, выезд на лед запрещен. Ну, вот на этих вот мелких колясках, их трехколесных, там большими колесами, да, эти, ну, собаки их так называют тоже. Там снегоходы, это еще легкое оборудование, как бы, и площадь большая, когда идут по льду, катятся, не проваливаются. У нас в студии был Николай Ярманов, начальник Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России. В течение 15 минут мы говорили о безопасности во время зимней рыбалки. Вы смотрели программу «15». Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!